кастерок 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 однажды у меня родня взяла эту корову постирать ну и все с концами я забыла вообще про эту корову она существовала но помню что вроде было но как-то это была исполола и ладно тут вчера родня нагрянула привезла всякой хрени ну и типа отыграть не твое ли его моя корова я и стулять не видела это тут еще игрушки ну соседям там у нас соседи мелкий ребенок недавно родился чем я думаю в углище защитить у меня барахла вроде много здесь я поняла с моего прошлого приезда все эти куклы доисторические не крутые такие куклы там времен молодости маман и тети таких уже не делают но видимо их все отдали как раз вот этим детям что у нас тут народились последние года 2-3 в деревне которые зимой еще живут на круглогодично короче я вот думаю наверное отдать уже все таки эту корову вместе с теми животными этим вот сейчас пойду понесу ну что в принципе ну чем нет корова уже вешать тут тоже повешу будут висеть а там пользу может принесет а вы говорите что я от барахла нет не избавляюсь вполне себе избавляюсь такие дела весь день лил дождь но не то чтобы весь день но с перерывом налил и вот вдруг появилась солнышко солнышко то появился взяла фотик думаю сейчас наверно где-нибудь радуга есть раз появилась солнышко впервые за день а солнышко то есть а радуги то нет очень надеюсь что завтра будет сухо и более менее тепло будет просто хотя бы сухо будет солнышко ну или хотя бы просто сухо с облачками если бы не было дождя я хочу прогуляться по круговой дороге пешим и дойди лететь вальде естественно нету радуги нигде вообще возможно камера уловит не только птичек но еще и коров где-то там вдалеке мы чащих капающие капли с деревьев и вот у меня рядом комар летает это та хрень в которой вчера была бынь вот и видно мошек которые тут сейчас летают кажется уловила камера на приближение мошки не такие к себе не подпускают близко хорошо в деревне летом особенно когда тепло и нету дождя деревянная штучка которую делает и рамки которые скорее всего все еще делает учитывая их вид просто чуть-чуть кусочек рамочек и вид палисадник террасы мне тут перепало куриных домашних яичек укропчиков и редиски я люблю редиску но мне ее не особо можно думаю делать какой нибудь салатик первое продолжение того первого видео внутри которого еще два образовался тут конечно сейчас у некоторых будет опять попоболь но я даже специально не прибиралась почему тут я покупала с собой три куриных ножки но на самом деле это бедрышки нет не бедрышки голени и вот я пока то делала но мне варилась и кажется но у меня случайно переварилась впервые мясо переварил потому что его обычно вилкой там как-то разделяю еще тут я ложка его разделила мульонечки я процедила вот она у меня вообще в этом самом варилась а сейчас у меня что-то его выкипел он густой такой его мало стало думать то ли надо разбавлять вот то ли еще что в этом роде то я чисто показать что я вот тут иногда варю то бишь что я тут кушаю и что в этот раз у меня суп не на консерве куриный хотя на куриный консерве не пришлось бы снимать эти дурацкие пенки там уже есть морковка и вообще все прелесть короче вот тут это на замороженных трех голенях не у меня сегодня весь день размораживались и вот я совершенно про них забыла когда вернулась домой когда открыла ящик сморю они там лежат размороженные уже совсем готовы и я на них сейчас варила супчик на завтра и на послезавтра вот такие дороги у меня есть приправа такая прикольная я подозреваю что моя сестра младше приволокла прошлом году осенью у нее еще в срок годности где-то месяцев 6 тут морковка и прочая хрена тень ну так да вот здесь и смет там он яйцо я хочу его сварить мне еще есть редиска огурчик и сделать салатик берет делает салатик на самом деле я специально приблизила эту самую вещь и еще у меня тут режим кажется еды у меня та самая редиска который мне подогнал мой добрый родственник и кстати имя фамилия которого носит у меня мой приятель из питера который шифруется в контакте он висит но я не буду говорить кто это так все у меня тут есть огурчик который я порежу и варится у меня будет такой рейд кстати вот медогонка не родная родная медогонка у другой родни и надеюсь когда нибудь она нам вернется обратно потому что было больше и намного удобнее и круче ну соответственно тяжелее так кусочек дивана которому 200 лет надеюсь что мне его все-таки отдадут потом когда-нибудь а то тут у нас иконы уже раздают чё куда кому я не знаю если у мамы там какое благословение но мне принципе иконы не нужны я бы все равно их отдала в церковь так что я не против пусть отдают куда хотят у меня варятся яйца которых мне тоже перепала от добрых родственников одно я думаю уже надо доставать на другую салатик и вот умывальник был намного круче на сейчас какой-то пластмассовый мужа года четыре наверное лучше вам постоянно капать вообще какое-то недоразумение тогда был какой-то металлический то у меня уже четвертый день бытия в деревне кошка чья-то палисадник блин вошла я сначала я сфоткала из окна потом открыла на правда удрала кис-кис думаю может и супчика дать если она не убежит раньше времени мой пятый день и сегодня солнышко если бы не надо было платить коммуналку и еще пару дел делать я бы здесь еще на пару дней осталось по угомонилась и легла не знаю то ли бабнинина то есть дяди талина то ли еще чета и был и роскоши салатик который я тут второй день уже делаю его час уже доедаю решила точнее вспомнила что надо было заснять все у меня тут солнышко но мне чуть холодно я с вами прощаюсь подходит концу мой пятый день бытия в деревне самом деле еще у меня есть запасе два часа но чтобы убрать фотка не лазать так еще чё потом не собираться уже спокойно там допустим посидеть почитать на улице или еще что-то я решила записать маленький видосик ну и виды в зеркало себя в этой кофточке я приехала в том она будет наверно еще не была в обзоре летних шмоток я очень надеюсь что в следующую среду я вернусь обратно в деревню и будет уже хорошая погода потому что печка у меня не очень в хорошем состоянии вчера позавчера в ночь на вчера у меня были с ней кое-какие проблемы ну и в общем результат вчера я уже ее не топила хотя в принципе стало теплее вот у меня холодильник заработал не знаю будет его слышно или нет в общем я планирую завтра в среду отправить сделать заказ в эйвене у меня сломался и фрашевский подарочный зонтик и ремонту вряд ли уже подлежит и я бы конечно его оставила здесь но на всякий случай возьму с собой потом сюда просто привезу чтобы он тут был в роли зонтика по деревне так сказать сойдет и я хочу сделать в эйвене заказ и помимо прочего как раз на минимальную сумму у меня там не хватает определенной суммы я не добрала и никто мне в этот раз не заказывает ничего я хочу заказать себе зонтик не знаю вообще у меня душа лежит к розовому эйвеновскому с логотипом но может быть закажу какой-то другой этот я был у меня вообще зонтик я его покупала когда-то может лет пять назад или шесть за четыреста пятьдесят рублей вряд ли уже за такую сумму можно купить меняемый зонтик который проживет более пяти лет поэтому я решила сделать заказ в эйвен все равно как раз на минимальную сумму набирается ну и во вторник в понедельник точнее следующей неделе я получу этот заказ а так как автобус у нас ходит по нечетным точнее по четным числам а машина у меня соответственно своей нет и то скорее всего в следующую среду только я смогу приехать то бишь понедельник я забираю заказ вторник у меня свободный день то бишь день еще бытия в городе и в среду я сюда приеду и надеюсь на неделю и если есть меня еще не сняли перевод с ребоку кстати у меня фотоаппарат уже мигает зелененький то я наверное закидаю хочу закидать сканы с английским на планшетик и взять словарик и здесь уже попереводить про запас вот такие дела вот я тоже наговорила на 2 с чем-то минуты то есть вот горку видно кусочек дивана с моей сумкой в общем если вы досмотрели это видео которое буду на ю тубе по приезду сшивать надеюсь оно часов десять уже выйдет в эфир до конца и вам это было интересно но учитывая что кто-то просил в количестве в лице ни одного человека может два или три человека подписчиков видео про деревню то я думаю был бы кому-то интересно кому не интересно но не смотрите до конца в общем если вы доселе до конца и вам это было полезно интересно подобное и как принято говорить на youtube то я очень рада ставьте лайки пишите комменты подписывайтесь на канал и до новых встреч в эфире пока